всем привет с вами андрей полховский все ближе лето и многие уже задумываются об отдыхе в 2021 после нелегкого 2020 что с ценами сейчас и чего ожидать почему так дорого будет ли снижение цен бронировать сейчас или ждать горящий тур досмотрите это видео до конца и вы получите ответы на эти и на другие часто задаваемые вопросы по туризму на сегодняшний день сейчас февраль и уже полным ходом идет раннее бронирование откровенно говоря цены на отдых 2021 нельзя назвать низкими цены на раннем бронировании находятся выше уровня обычных цен на лето 2020 и на это есть ряд причин и факторов 2020 был особенным вы сами видели все произошедшие события и цены на туры были низкими так как фактически только в июле открылась турция а за ней египет отели туроператоры авиакомпании держали низкие цены или даже работали иногда в минус для того чтобы возродить туризм как отрасль и запустить поток туристов кто успел воспользоваться летом двадцатого или осенью низкими ценами поздравляю многие слетали по отличнейшим ценам что нас ждет и что мы имеем 2021 в 21 мы имеем обычные цены которые были в семнадцатом или восемнадцатом году когда хороший египет за 2000 долларов на двоих никого не пугал своей ценой это была привычная цена все вернулось на свои места отели сейчас работают чтобы зарабатывать кто не смог пережить 2020 тот закрылся мы имеем пока еще и ограничивающие факторы тесты пцр некоторые закрытые границы самоизоляцию по прилету но так будет не всегда и я прогнозирую что туристический сезон 2021 состоится и будет активным и это активность чувствуется уже и сейчас самоизоляция по прилету перестала для многих людей быть сдерживающим фактором как и пцр тесты все просто привыкли к процедуре вылетаем тест прилетаем карантин для тех кому вопрос самоизоляции важен хочу отметить что на сегодняшний день пока только египет у нас без самоизоляции по прилету и египтяне тоже этим пользуются и держат цены спрос стабильные и все рейсы заполняются заранее спрос на все направления в 21 первом будет расти еще больше так как люди хотят отдохнуть и если кто-то боялся в двадцатом ехать из-за коронавируса то сейчас многое поменялось поэтому еще один фактор который влияет на рост цены также есть большая вероятность что и россия полетит в этом году в египет а также активно будет бронировать и турцию это тоже повлияет на цену в сторону увеличения поэтому ответ на вопрос что будет с ценами цены будут расти я понимаю что многие из вас летали дешевле некоторые даже в два раза дешевле в прошлом году но ситуация изменилась рынок изменился и выбора у нас два либо лететь по этим ценам либо вообще не лететь и ждать а сколько ждать видимо долго мое мнение цены ниже не будут и ранее бронирование 21 имеет смысл нужно бронировать сейчас тем более что сейчас хорошие условия первый взнос по турции например начинается от 99 рублей по египту от десяти процентов от стоимости тура бронируйте сейчас заключаете договор и вы зафиксируете тем самым цену на тур а также тот отель в который вы хотите полететь вы спросите а что будет если границы не откроют или будут ограничения по той стране которую я забронирую знаете 2020 год научил нас решать любую ситуацию находить выходы и перебронировать перезачитывать возвращать деньги и я могу сказать что со всеми туристами были найдены устраивающие их решения мы всегда шли на конструктивный диалог и так будет и в двадцать первом году если что-то пойдет не так и будут какие-то вопросы будем решать их по мере поступления а пока я нацелен на активный туристический сезон как купить дешевле конечно в поисках более низкой цены вы обращаетесь другие агентства и ищите цены онлайн думаете что у кого-то дорого у кого-то дешево если вы думаете что в минске дешевле или напрямую у туроператора дешевле это не так дороже или дешевле это зависит от момента вашего обращения так как цена на динамическая и формируется онлайн исходя из спроса завтра она может быть не такая как сегодня чем больше людей со всей страны бронируют тем выше поднимается цена делается это автоматически с помощью алгоритмов систем бронирования поэтому чтобы купить дешевле надо думать быстро и принимать решение быстро как только вы увидели стоящее предложение я вам это говорю не потому что хочу вам продать что-то прямо сейчас а потому что хочу помочь вам сэкономить ваши деньги так как по нашей статистике около 70 процентов туристов покупают дороже чем цена предложенная им изначально так что подумайте вы хотите думать долго или быстро если вам кто-то предложил очень дешево относитесь с осторожностью к таким предложением на рынке были и есть недобросовестные агентства и компании которые привлекают людей несуществующими низкими ценами и которые ничего вам не бронируют за ваши деньги а когда наступает время вылета вы узнаете что вы никуда не летите и денег ваших тоже уже нету агентство закрыто и ваши деньги ушли на расходы видимо руководителей тех организаций 2020 были и есть такие случаи и судебные процессы длятся до сих пор но вернуть оттуда вряд ли что-либо получится вы можете найти такую информацию о таких компаниях в интернете если вам это интересно так что просто будьте осторожны и обращайтесь к проверенным турагентом и не ведитесь на очень низкие цены дабы не вышло потом полной потери денег и отдыха или вы еще все думаете что вам кто-то может продать за тысячу долларов то что стоит 2 бесплатный сыр где знаете можно ли забронировать тур с вылетом из киева этот вопрос мне задали раз то за последние недели особенно после публикации новости о том что украина внесла беларусь зеленую зону многие посчитали это открытием границ так как журналисты преподнесли это именно в таком ключе беларусы могут теперь въезжать в украину но никто не отменял действующие нормативные правые акты беларуси по которым выезд граждан беларуси из страны возможен только по определенным основаниям например работа учеба лечение и тур поездка через украину транзитом не является таким основанием если вкратце украина нас принимает беларусь нас не выпускает на сегодняшний день то есть въезжать в украину мы можем выезжать из беларуси наземным путем мы не можем беспрепятственно попасть в киев мы можем попасть только по авиа цена вопроса 150 250 рублей с человека в зависимости от дат туда-обратно на двоих по тарифу с багажом около 300 долларов поэтому забронировать тур с вылетом из киева можно но имеет смысл если разница в цене существенная никак не 300 долларов конечно я надеюсь что все изменится и нам будут доступны вылеты из киева но на сегодняшний день ситуация выглядит именно так когда я говорю будут доступны вылеты из киева я имею ввиду что мы сможем привычным образом пересечь границу беларуси и украины своим автомобилем либо трансфером мне часто задают сейчас еще один вопрос мы состоим вашей вайбер группе и видим мало предложений когда вы будете выставлять новые предложения отвечаю в этом году динамика по ценам очень сильная им иногда утром выставляешь предложение а после обеда цена уже не актуальна тем более она не актуальна через две-три недели когда туристы уже подумали наконец придумали и решили бронировать поэтому работаем по факту когда вы к нам обращаетесь и практически готовы бронировать чтобы зря не сотрясать воздух уделяем все внимание индивидуальной работе с туристами вашим конкретным запросам которых сейчас очень много предложение есть и будем их публиковать больше но помните что актуальны они всегда на момент публикации если у вас остались вопросы пишите их в комментариях под этим видео всем принятие правильных решений и до встречи в новых выпусках